В него не провалились Ни хрена не видно, чтобы она Начала Бродить. Я сам с собой разговариваю Теща не знает, что я снимаю видео И выкладываю в YouTube Офигеть О, какой-то осадок выпал Воображение никакого Не наблюдается Это хреново Пахнет Великолепно Бубочки плавают Но такого активного воображения Еще не наблюдается Посмотреть, какая у нас сейчас сахаристость А сахаристость у нас В районе В районе 15% Но это хорошая сахаристость Забраживать должна Ну На всякий случай Мы с вами Накрываем эту фигню Крышку Крышкой Гидро Ну вот этот им затвором Наливаем туда вот эту Водичку Ну сначала трубочку Чтобы у нас Куда было Отходить Наливаем Водички Водички И Разбалтываем Ну Ну Пока еще Она Не забродила Ну Ждем Я думаю У нас Забродит Когда-нибудь Это все Радость Подвал на недельку Посмотрим На всякий случай На следующий раз Приеду Возьму И каких-то дрожжей Если эти Не активируются То Добавим Что-нибудь другое Прошла еще одна неделя Ну Похоже Все-таки Там Дружи Жили Такая шапочка Разбал Сейчас Одну секундочку Так Надо его Активировать И Посмотреть Что там С нашими пузырьками Ну Пузырьки пока не идут Какая то Слизь Оно Ох Да Идет Бражение Углекислый Углекислый Газ Это Хорошо Ну Закрываем Мы Это все Назад Для Добавить Водички Так Хорошо Пахнет Цитрусами Вкусняшка Как всегда Чтобы у нас Туда воздух лично не попадал Мы ищем с вами Что Изоляционную Будет Лучий Друг Электрика Кстати Вот Если Чайник не достает До этого До Розетки Вот этот Можно Ведро Вверх тормашками Поставить И Мы этой Изолентой Все таки так немножко По периметру Пройдемся с вами Конечно Оно не Сто процентов Но Немножко Нам Помогает Ограничить Доступ Кислорода К Неплотно Прилегающей Пластиковой Крышечке Разболтыхаем Ну Надеюсь Она Конечно Она Не как виноградная Активно Бродит Ну Газ Углекислый Скапливается И по чуть-чуть Выдавливается Надеюсь Что он выдавливается Ну Посмотрим Через недельку Что тут будет Так Одуванчики Прошло две недели И что мы видим Мы видим Что уже Осадок Спрессовался Эта фигня Всплыла Но у нас не булькает Нам теперь нужно Убрать эту Лишнюю Воздушную Эту И чтобы молочное брожение Проходило вплотную Чтобы жидкость была Под крышку Ну На всякий случай Чтоб У нас Оно Не скисло Так Огрываем Так Ну Одну секундочку Вот у нас тут плавает наш Изюм Запах Ах Пахнет Цитрусовыми Ну Мы берем просто бутыль И сейчас Мы аккуратно сливаем Чтоб Вот этот Скаломученный дрожжевой Осадок Мы опускаем Трубочку И Стреживаем Вино В чистой бутыль Нам нужно будет еще Его аккуратно сцедить И убрать лишнее И осадок И то что плавает сверху Сейчас он наберется Мы вернемся Процедили Вот видите что у нас осталось Но мы это не выкидываем А почему А потому что сегодня 5 июня И у нас Цветут чайная роза А что это значит что мы будем делать С вами Сидор из чайной розы Роже Какой розы Розы Из чайной розы И мы используем Вот этот Осадочек С этой Как дрожжевую Заквасочку Для того чтобы Активировать Брожение чайной розы Ну этот Вы посмотрите В следующем видео Как мы начнем Начало Сидора для чайной розы То есть мы это все оставляем Хотя я вам расскажу Как и без вот этого одуванчикового осадка и дрожжевой так вот мы перелили с вами у нас получилось вот столько так сейчас одну секундочку нам нужно с вами посмотреть сколько же там осталось сахара что оно уже бродило у нас две недели потом плюс неделю плюс еще там настаивалось как бы время почти 4 недели прошло и за это время оно могло у нас и выбрать можно определить на вкус а можно определить при помощи ну вот эта фигня как она называется забыл ну то что меряет этот ориометр но на вкус тоже надо определить поехали ну сначала давайте посмотрим что у нас тут по содержанию сахара такую фигню мы опускаем он тут показывает сколько процентов сахара аэс-3 от 0 до 25 меряет смотрим на наш поплавок опускаем поплавок и он показывает что у нас сахара 11 10 с половиной процентов то есть ему еще бродить и бродить но бродит он у нас медленно ну ничего страшного у меня дуванчики всегда медленно бродят потому что тут питательных веществ в них фиг да нифига то что мы там с вами добавили апельсиновый и лимонный сок но теперь захвостка в чем надо попробовать где-то изначально мы делали его 18 процентов 8 процентов уже у нас сахара выбродило какое шикарное вино это балдеж теперь нужно нам добавить этот ну понятно что я сделал один бутиль и у меня с другого бутля нечего переливать ну это не страшно потому что у меня есть еще старое дуванчиковое вино я его 4-х летней давности я просто долью им под завязку ну если или же я могу из этого бутля разлить по ну вот как раз тут 9 литров по 3-х литровых бутля и в них или же если на худой конец у вас есть белое сухое вино на таком объеме можно долить белого сухаря вкус одного дуванчика не испортен здравствуйте здравствуйте да я тут все рассказываю меня тут оказывается подслушивали ну ничего страшного так ну пойду я сейчас достану винчик одуванчиковый и долью его чуть-чуть повыше чтобы не будох со стремя бутлями вот так выглядит вино из одуванчиков это наше которое сейчас мы делаем а это которое у нас стояло видите какого прозрачное она уже у меня три года хранится каких три ну с момента это получается четыре семнадцатый год сейчас двадцать первый да четыре года почему оно немножко такое тут у меня темнее потому что я когда четыре года назад делал я использовал вот этот сицилийский апельсин корочки настаивал вот оно немножко такое ему давало темный цвет так ну это вообще шикардос даже жалко его добавлять но это сухое вино из одуванчиков бомба тут оно не такое цитрусовое насыщенное потому что я тут на корочках его настаивал но в этом году мы делаем на соки с добавлением апельсинового и лимонного сока так и что мы делаем мы просто берем и добавляем нашего виничка под завязочку вот так ну не под самую завязку вот у нас и теперь мы делаем знакомую нам процедуру мы надеваем крышечку вот смотрите как активизировала сразу пена пошла вон брожение потому что тут питательных веществ было намного больше видите как пошла и воздухом немножко обогатилась пахнет вообще в этом году надеюсь будет очень вкусно мы надеваем нашу крышечку и добавляем жена с тещей общается и добавляем водички так ну и теперь эту всю радость под молочное брожение чтобы у нас туда тоже лишнего вот видите как она мы берем и обвяжем сейчас снова ну решил я все-таки поменять немножко крышечку она какая-то подозрительная вот я теперь замотал изолентой и в общем как бы на этом первый экватор наш закончился потому что мы сейчас его отправляем в подвал пока она у нас будет там бродить ну насколько я помню прошлое вино из-за дуванчиков она у меня бродила долго выбраживала насухо где-то пару месяцев ну вот она будет потихоньку не на бурном брожении а на таком медленном в подвальчике в темном месте в сухом выбраживать единственное что мы будем делать подливать периодически сюда водички ну ну когда оно как бы выбредит я думаю второй экватор мы снимем через полтора месяца где-то посмотрим что у нас тут получается сейчас у нас 10 с половиной процента сахара ну часть мы этого вина с удовольствием водопили а одну бутылочку литровую которая старая которую мы добавляли одну бутылочку литровую я тащу с собой домой может кого-то угостим или какие-то правильные гости придут пробку нагрели наверное фокус не попало но не страшно отвела крым еле влезла в кублевскую бутылку литрушку все вот так я запаковал те кто посмотрел вторая жизнь термоусадочная этот вот эти как я использую по второму разу термоусадки посмотрите вторая жизнь термоусадочная пленка ну это не сейчас через полтора месяца посмотрим что у нас там будет твориться с нашими одуванчиками вот видите идут бульбы то есть наши одуванчики бродят ну не так часто но все равно брожение осуществляется с нашими одуванчиками с нашими одуванчиками ну об и